Василь Быков Политрук Коломеец Читает Павел Беседин К вечеру бой затих На изродованную землю постепенно осела поднятая бомбежкою пыль В чистой небесной выси зажглись первые звезды Комполка Пахомов и политрук Коломеец выбрались из бомбовой воронки И, встав на ее краю, оглянулись на то, что осталось от занятого ими вчера железнодорожного разъезда В общем, разъезда не было Глинобитная казарма для рабочих и Пагаус рядом Напоминали о себе лишь темными горбами на закраине такого же черного неба Подаль вонюче дымились разбросанные взрывами штабеля шпал От ряда стройных тополей возле дороги остались обгрызенные взрывами обломки С обвищими прутьями сучьев Хорошо, однако, что остались эти тополя А то бы и не узнать, где находился разъезд Думал политрук Час назад, во время жестокой бомбежки Невозможно было и предположить Что тут что-то уцелеет От этого разъезда или полка В спешке, окопавшегося рядом В сухой, окаменевшей земле К ночи, донимавший людей дневной зной Стал спадать Хотя горячий суховей из степи Еще приносил мало прохлады Разгоряченное тело горело под пропотевшим обмундированием Очень донимала жажда К несчастью, колодец возле казармы С утра был разворочен, засыпан взрывами Бойцы из саперного взвода Как-то пытались добраться до воды Но пока без результата Политрук-коломеец Между тем долго и старательно Стряхывал с себя пыль и землю Рядом, уронив голову Присел командир полка Недостаток воды вызывал у него Новую заботу На время вытеснив из сознания Все остальное Вода была нужна бойцам Нужна для кухни Еще более нуждались Ни пулеметчики Три Максима Которых совершенно обезводили И не стреляли В два последних собрали остатки воды из фляг Сегодня полк выдержал шесть Жесточайших бомбежек Сначала трех хенкелей Потом девяти и пятнадцати А потом уже никто и не считал их Правда, людские потери Были умеренными Все-таки бойцы успели Кое-как окопаться С утра подаль От железнодорожных путей В поле К несчастью Убило последних двух лошадей Таскавших Полковую кухню И теперь ни воды Ни провианта Привезти было не на чем Наверное, действительно придется погибать На этом проклятом разъезде Думал командир полка Отсюда уже не отступишь Как отступали от самого Воронежа Вчера Только не успели занять этот разъезд Прискакал порученец Комдива И вручил под расписку приказ Верховного Номер 227 Под девизом Ни шагу назад Умри Но не отступи Это касалось всех От командарма До последнего бойца Что бы он не оборонял Город Станицу Или такой вот разбитый Почти сравненный с землей Разъезд Порученец сообщил также Что уже есть и результаты Не исполнение приказа В соседнем полку Отдали под трибунал Одного комбата Обсуждать приказ Не полагалось Тем более Приказ Верховного А где Та станица Далеко Или нет С новой озабоченностью Спросил политрук Припомнив Другой приказ Приказ порученца Устный Из штаба дивизии Ночью Получить пополнение Сколько было Того пополнения Он не знал Но прежде всего Полагалось Провести с ним Политработу Особенно теперь Когда прибыл Такой важный приказ Это уже были Обязанности Политрука И Коломеец Обеспокоился У Артюха Спросите Который Станзвода Сказал Комполка Он раненых Водил Знаете Коломеец Пошел в темноту Тихо Окликая Артюха И вскоре Перед ним Замаячила Приземистая Фигура В пилотке Со скаткой Через плечо Пойдем В станицу Дорогу Помните Дорогу Да вон Прямиком Через степь Глухо Ответил Боец Поправляя На плече Винтовку Возле Поваленного Через дорогу Тополя Они свернули В степь После долгого Дневного Грохота Бомбежек Приятно Впечатляла Почти мирная Ночная Тишина Деликатно Нарушаемая Лишь Приглушенным Стрекотом Цикат Запыленные Сапоги Отчаянно Шуршали В столь же Пропыленном Сухом Бурьяне Боев Поблизости Не было Слышно Лишь где-то Там На западе Над Мрачным Горизонтом Время От времени Вспехивали Дальние Артиллерийские Отцветы И едва Доносилась Арт-канонада А так Вокруг Все Притихло Затаилось Надолго Ли Озабоченно Думал Политрук Разве Что с утра Откуда Родом Артюх Спросил Он Боевса Который Молча Брел Следом Я Да Из курских Курский Соловей Ноу Из города Из села До сколхоза Вздохнул Артюх Колхозник Он сказал Это так просто Будто Все остальное Само собой Подразумевалось Без слов И ни о чем Не было Нужды спрашивать Политрук И не спрашивал Родом Он также Был из села Хотя и не из Курского Из Смоленского Два года Перед войной Работал Директором Школы Перед тем Как партиец Активно Загонял Крестьян В колхозы Раскулащивал Ссылал Заполярье Подписывал На займы Взысковал Налоги Занимался Всем Чем тогда Занимались Партийцы Активисты В городе И в деревне Чем занималась Страна Колхозная Жизнь ему Была Хорошо знакома И ныне Не возникало Желания Что-либо Из нее Обсуждать Или вспоминать Даже Куда больше Занимала их Невеселая Действительность На разъезде Да этот Устрашающий Сталинский Приказ Знал Чувствовал Что завтра Придется Куда Как горячо А выхода Не предвиделось Выход на войне Всегда Начальство Не будет Ни бойцам Ни командирам Ой Хорошо Если повезет С пополнением Дадут Обстрелянных бойцов А если Новобранцев Запасников Да еще Хуже Черноголовых И Средней Азии Которые Не бельмеса По-русски Вот тут И выполняй Приказ Верховного Полынь Жестко Шуршала Под кирзачами Политрук Прибавил Шагу Все-таки За короткую Ночь Надо было Успеть Туда и назад Как бы Не опоздать До рассвета И ему Показалось Что Артюх Отстает Он оглянулся Раз и Другой Слегка Замедлил Шаг А может Тот и вовсе Хочет отстать Подумал Политрук Такие молчаны Способны На все Кто знает Что этот Он в себе Внутри носит Мало ли их Молчаливых И разговорчивых Поисчезало За короткие ночи Их отступление И никто Не заметил Куда Но известно Куда Домой Быстрее Нельзя ли Обернувшись Супреком Сказал Политрук Артюх Невнятно Проборучал Что-то В ответ Но не Прибавил Шагу Конечно Бойцу Что бойца За отступление Под трибунал Может И не отдадут Отдадут командиров Да его Политрука Тоже Но больше Чем от командиров Исполнение Того приказа Все-таки Зависело От бойцов Побегут В горький час Или выстоят Если побегут Не стерпев Тогда Считай Все пропало Попробуй Удержи их Среди этой Голой От полыни степи Прогорклой Не весело Совсем Рассуждал Политрук Все-таки Они добрели В ночной темени До окраины Столицы И за полем Подсолнечника В садике Услышали Тихое Шебуршание Множества людей То и дело Расспрашивая Ночных встречных Политрук Отыскал В кривобокой Мазанке Командира Этой Маршевой роты Разбитного Младшего Лейтенанта Который Сообщил Что имеет Приказ Всю роту Передать В его Стрелковый полк Коломенец Поинтересовался Что за народ В роте И младший Лейтенант Охотно Рассказал Что все Из запасного Полка Сформированного На Саратовщине Недавние Запасники Районных Военкоматов Молодых Мало Больше Людей Среднего И пожилого Возраста В запасном Получились Месяц Другой Получили Винтовки И На фронт Благо Теперь Недалеко Фронт Приблизился К самым Стенам Саратовских Сел Так что Так что С этими Вот Дядьками Обсевшими Садок и Подворье И Затаенным Вниманием Покуривавшие Свои Самокрутки И надо Идти В полк Оборонять Разъезд Завтра Он будет Побеждать Или умирать Воевать Без права Отойти Хотя бы На сотню метров Как сказал Вчера Порученец Комдива И как требует Сталинский Приказ Хорошо Если Немцы Не пустят Танки Хотя И вчерашней Бомбежки Наверное Хватит С избытком Для этих Необстрелянных Деревенских Дядек Вчера Под вечер Когда Полтора Десятка Хенкелей Со Включенными Сиренами Почти Колесами Утюжили Разъезд Сам Политрук Боялся Сойти с ума От Нестерпимой Пытки А как Им Пожилым Да Впервые Он Получил Пятьдесят Шесть Человек Кое-как Построил Их Каждого Сладным Сидором За спиной Шинельной Скаткой Через плечо И повел В степь Немного Отойдя От околицы Станичной Остановил Возле Черной В ночи Стены Подсолнухов До Рассвета Оставалось Около Полутора Часов Разъезд Был Недалеко Пожалуй Самый раз Было Провести Политбеседу Относительно Приказа Разъяснить Воодышевить Признать Без чего Не обходилась Ни одна Приемка Пополнения На фронте В этом На войне Заключалась Первейшая Обязанность Политработника И Коломеец Стремился Исполнить Ее Добросовестно Другое Дело Как все Объяснить Какие Употребить Слова Чтобы Успешнее Дойти До Солдатского Сердца Особенно Когда Враг Рядом Времени В обрез А оружие Докопались Ли там До воды С тревогой Подумал Политрук А то Завтра Останутся Без пулеметов И тогда Никакой Приказ Не поможет Даже Сталинский Садись Все Сказал Политрук И ближе Ко мне Слыхали Про новый Приказ Товарища Сталина Слышали Слышали Говорили Глуховато Отозвалось Несколько Голосов Спереди Бойцы Старательно И не спеша Усаживались В пересохшем Степном Бурьяне Политрук Несколько Выждал Пока Вокруг Утих Шорох И Начал Беседу Притихшим Голосом По возможности Сердечнее Чтобы лучше Воздействовать На возбужденные Души людей Внимательно Ловивших Каждое его Слово Все-таки Они впервые Прибыли на фронт Где уже завтра Многим из них Придется Умереть Товарищи Коварный враг Уже в сердце Нашей родины И товарищ Сталин Издал приказ Ни шагу Назад Мы должны Умереть Чтобы этот Приказ Выполнить Назад пути Для нас Нет Он Он и еще Говорил Стараясь Как можно Проще И доходчивее Но что-то У него Получалось Не так Как хотелось Бы И он Был Недоволен Своими Словами Казавшимися Теперь Не теми И не такими А умолкнув Немного Выждал Прежде чем Начать Снова И тогда Услышал Хрипловатый Какой-то Очень далекий От его Забот Голос Кого-то Из задних В этой Группе Людей А завтрак Будет Товарищ Политрук А Завтрак Будет Будет Завтрак Товарищи У нас Знаете Вышла Неуправка С водой Завалило Колодец Завалило Произнес Кто-то Поблизости С недоверием Или Возможно Сочувствием Так И не понял Политрук Как Знаете На фронте Бои Все случается Двух лошадей Вон Разорвало Бомбой Так вот Знаете Но мы Бойцы Красной Армии Исполняя Присягу Должны Стойко Переносить Все тяготы И решения И победить Мы Победим Мы Выстоим Товарищи И выполним Приказ Товарища Сталина Скрутим Рога Гитлеру И добьемся Счастливой Жизни Хорошая Жизнь Настанет Почти Вдохновленно Произнес Он Вполне Вдохновленные Слова Но его Слушатели Почти Не отреагировали На них И угрюмо Молчали Словно Были Не здесь А где-то Совсем В другом Месте И он Почувствовал Это Знаете И колхозов Не будет Распустят Колхозы Чтобы Жили Как прежде Как жили При Ленине Вдруг Неожиданно Для себя Окончил Политрук Внутренне Содрогнувшись От собственной Нежданной Решимости Люди Перед ним Как-то Странно И вовсе Притихли В темени Никто Не кашлянул Даже Не шевельнулся В бурьяне И это Его взбодрило Не будет Колхозов Я вам говорю Будет Иная Жизнь Только Бы нам Выстоять Нынче Как требует Товарищ Сталин Ни шагу Назад Признав Как и следовало В конце Выступления Политрук Почувствовав Что Сказал Все Выложил Все Свои Пропагандистские Козыри Несколько Правда Фальшивые Козыри Сам Понимал Это Но и Самые Эффективные Других Козырей У него Не было И он Сам Готов Был Поверить В сказанное Наверное Должно Быть Так Потому Как же Иначе Остальное Уже Зависело Не от Него Зависело От Противника Фронтовых Обстоятельств Этих Вот Измотанных Саратовских Мужиков Недавно Еще Перед Войной Переживших Такое Чего Не дай Бог Никому В госпитале Один командир Потихоньку Рассказывал Как в 30-е На Саратовщине Вымирали Колхозные Села Случалось Люди Питались Человечной Такой Лютовал Голод Имея Такое В памяти Вряд ли Возможно Выстоять И выполнить Приказ Даже Самого Господа Бога Час Недавно Только из-за Покрасневшего Горизонта Выкатилось Жгучее С утра Солнце Снова Налетели Хэнкери Минут 20 Они долбали Бомбами И без того Разбитый Разъезд Затем Пути По обе Его стороны Возле Обгоревших Остатков Штабелей Разбили Походную Кухню Только Самолеты Улетели На запад Как Из степи Появилась Пехота В Ронетранспортерах Транспортеры Остановились Подаль В Просеном Поле А пехота Неровной Цепью Двинулась К дымящим Руинам Разъезда И тогда С флангов Ударили Заправленные Грязью Максимы За ними Стали дружно Бахать Винтовки Саратовцы Едва Успев Окопаться В неглубоких Окопчиках Норках Не прекращая Били И били По просу И отчуда Сначала По одному А потом И дружнее Немцы Начали Пятиться К своим Транспортерам Которые Уже Включили Задний Ход Главное Выстоять Главное Выстоять Повторял В воспаленных Мыслях Оглушенные Бомбежкой Политрук Коломеец Вместе С командиром Полка Он Весь Бой Просидел Все в той же Огромной Воронке На ее Дне До пояса Засыпанной Землей Горбился Над своим Аппаратом Боец Телефонист Связи Кажется Не было Политрук И ком Полка Чувствовали Это Хотя Ни о чем Не спрашивали Сообразив Что так Может Оно и лучше В таком Неопределенном Положении Им Сподручнее Было Бессвязи Ее отсутствие Избавляло Их От скверных Докладов Гнева И ругани А потом Были И еще Две Суматошные Атаки Немцы Разбили На правом Фланге Максим И зацепились За дымный От догорающих Шпал Конец Разъезда За стрелками Тогда Тот самый Артюх С группой Своих И саратовцев Подобрался Под огнем К стрелкам И гранатами Выбил немцев С разъезда К вечеру Как-то Все Мало-помалу Затихло Немцы Из спроса Убрались Севернее В небе Вертелась Самолетная Карусель Хенкели Бомбили Соседнюю Станцию Комполка Запыленным Обросшим Светлой Щетиной Лицом Обернулся К политруку С почти детской Радостью В темных Глазах Выставили Ага Но Коротко Ответил Политрук Почему-то Однако Не разделяя Его Простодушной Радостью А ты Сомневался И это Напрасно Ты О колхозах Может и Напрасно Ответил Политрук И выбрался Из воронки С той Самой Минуты Как из Просиной Нивы Исчезли Немцы И умолкала Беспряночная Стрельба На разъезде В душе У политрука Зашевелилось Сомнение Вчера Он был Почти Уверен Что Не переживет Этого дня Да еще Под таким Строгим Приказом И заботился Лишь О том Как выстоять Не дать Бойцам Побежать Оставить Разъезд И вот Не побежали И не оставили Неожиданно Для себя И он уцелел И даже Не ранен И цел Невредим Командир Полка И все же Действительно Зачем ему было Говорить О колхозах Уже В глухой Темноте На разъезд Прискакал Конный Посыльный Из штаба Дивизии И передал Устный приказ Генерала Отойти К станции Пометуя Другой приказ Комполка Ему не поверил Затребовал Письменного Приказания Тем временем Пока Посланец Ездил По степи И штаба Протянул Провод И комполка Услышал Знакомый Голос Комдива Генерал Действительно Приказал Занять Новый Рубеж Получилось Так Что Хотя полк И выстоял Зато Не выстояли Соседи И немцы Охватывали Дивизию Клещи Надо было Спешить Потому что И без того Они потеряли Время На выяснение Сути приказа И его Правомощность Бойцы Торопливо Забросали Землей Шестерых Убитых Взяли На руки Два десятка Раненых В непроглядном Мраке Летней ночи Колонна Двинулась Через степь К станице Саратовцы Уже перемешались Со старыми Стрелками И молча Тащились Все вместе Жуя на ходу Сухари Впереди Колонны Шел Комполка И рядом Грустный Опечаленный Политрук Он правильно Предугадывал Свою судьбу Радоваться Было Нечему Как только Полк Вошел в станицу Возле садка Где вчера Собиралось Пополнение Их остановила Группа командиров Тут был Начальник Штаба дивизии Еще какие-то Чины Комполка Коротко Доложил О дневном Бое И на Штаба Похвалил Полк Но Один или два Командира Его штабной Группы Подошли Ближе К притихшей Колонне И тот Кто был Впереди Крежистый Мужчина Форменной Фуражки Задержался Возле Политрука Коломеец Негромко Спросил Он Вглядываясь В лицо Политрука Я Пройдемте Со мной Коломеец Все понял Это был Начальник Особого Отдела Дивизии Тот Отделил Политрука От полковой Колонны И повел Куда-то Во двор Сколоченной Мазанки Стена Которой Тоскло Белела За цветником Большая Политрука Коломейца В полку Не видели